Возможность жить и ходить появилась у Юрия Прокина в Эсса. В марте прошлого года он попал в страшную аварию. Возвращаясь из Петропавловска домой в Эсса, в его машину на полной скорости влетел большой груз. От автомобиля осталась лишь груда металла. После недели в реанимации в Ельзовской больнице пострадавшего мужчину прооперировали, но больше ничего сделать не смогли. У него, начиная от головы, заканчивая пальцев ног, было переломано, и опоры не было вообще, потому что в трех местах были переломы. Ребра были сломаны, челюсть, нос чуть-чуть там оторвало, лицо было, конечно, вообще неузнаваемое. Я приехала уже ночью, ну, меня пустили на минутку на него посмотреть, потому что сказали, что он очень в тяжелом состоянии был. Больше ничего не делали. Почему? Потому что здесь нет таких возможностей, а именно операцию произвести такую сложную могли только в институте. Каждый день мы звонили, писали, отправляли документы во все институты, начался ковид, и нам просто везде отказывали. После трагедии речь шла о том, что мужчина останется инвалидом. Шанс на вторую жизнь он получил благодаря Ирине Ировой. Обзванивали, начиная от Кургана, Новосибирска, Москвы. Никто не брал. Сестра супруги обратилась к Ирине Анатольевне Ировой. И перед этим я месяц с лишним лежал пластом в Елизово. В течение суток Ирина Анатольевна решила вопрос по моей транспортировке в лежащем причем положении в Москву, а затем в Смоленск, где мне была произведена сложнейшая операция на тазобедренном суставе. Всего мужчине было сделано три сложнейших операции. Последнюю Ирина Ировая организовала в конце июня этого года в Петербурге. Пока Юрий передвигается на костылях, но врачи пообещали, что через месяц он сможет уже ходить самостоятельно. Супруга Юрия Анна говорит, что их семья всегда будет благодарна Ирине Ировой за спасение мужа. Мы будем всегда о ней помнить, в душе всегда благодарим. Я вот даже в церковь хожу, я и свечку всегда не забываю ставить. Почему? Ну, она как наш ангел-хранитель. Я считаю, что во власти должно быть больше таких людей, которые просто так отзываются на крик помощи, помогают. Она до сих пор нам помогает. Поэтому мы в любом случае встанем, мы будем здоровыми, у нас все получится. А какой муж у меня здоровый, вы уже видели. То, что он сейчас на костылях, это дело времени, это буквально две недельки. Дело техники, остальное все должно быть, все будет хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!